здравствуйте друзья сегодня хочу вас познакомить со своими ну так скажем коллекция редких растений я люблю собирать все различные коллекции люблю чтобы было у меня то что у других нет поэтому показываю что у меня есть вот посмотрите вот это ампельное растение это гацания или газания или гацания ее называют ампельная обычная гацания цветет такими ромашечками разноцветными причем на солнце она распускается цветок распускается к заносишь в тень он опять закрывается цветочек это себя ведет точно так же где-то я тут видела даже семена я его хочу размножать черенками вот даже семена есть видите она цвела ну я так полагаю что размножается он череночками я его еще не размножала купила только осенью и вот он у меня чах 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 а сейчас вот смотрите какой сколько тут деток вообще море я собираюсь это все рассадить но я не знаю буду я видео показывать или нет как я рассажу но когда они примутся и начнут расти я точно вам покажу теперь хочу показать свой эсхинантус ну конечно вид у него дряхленький поскольку знаете когда большое количество растений у тебя в теплице допустим там тысячу одного вида тысячу другого и вдруг висит один горшочек такого ну редкого да вот честно говоря вот как-то вот пройдешь и думаешь надо бы сделать надо бы сделать и вот там надо быстро там и до него руки не доходят поэтому вот такой вот он у меня в удрученном состоянии но купила я вот вот это маточный куст с которого я размножала вот такие вот маленькие у меня их много вот таких кустиков горшочков вот этот маточный куст я покупала он был гораздо меньше и там было несколько буквально веточек и стоил он 1400 рублей вы не представляете сердце кровью обливалось но хотела хотела до безумия купила поставила и все ну в общем как я вот так вот веточки не знала как он размножается вот видите как у него листики прям закрученные как вот гирлянда вот он боковых почти не пускает веток вот здесь вот было прищипнуто вот он начал боковые пускать я так думаю с самого начала надо было прищипывать вот и я взяла вот так просто пообрезала и в горшки понатыкала вот этих череночков ни один не пропал лист видите он он такой вот кожистый такой твердый прям вот листный ни один черенок не пропал все до одного принялись это я где-то наверное осенью может быть зимой покупала год назад или полтора года назад и он у меня весной расцвел рано весной где-то наверное в марте месяце в теплице вот такими вот цветами каждой каждая вот и вот смотрите даже видно вот видите он уже начинает к марту месяца готовится и здесь прям куча бутонов и вот каждый 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 набирает вот такие бутончики и вот она стоит вот пунцовая буквально вот вот все дерево у не дерево горшок очень красиво вот когда проходишь мимо него невозможно не остановиться обязательно остановлюсь полюбуюсь потом дальше пройду в общем советую естественно этот цветок не для рынка скажем так вот цена у него очень высокая но если я даже вынесу детки на рынок продавать почему я его буду продавать вы знаете у нас эти детки 50 рублей не больше вот так и что я буду за 50 рублей укореняется долго растет медленно да и вот такое вот ценность его даже в магазине в цветочном редко встретишь получается вот так я знала что я его взяла не для продажи а для себя но вот а для себя ума ему конечно я не придала ладно дальше вот посмотрите вот это растение я купила марте или в апреле в марте месяце вот 19 года это акантус вот у него такие листья он это многолетнее растение зацветает он только на третий год цветет тоже красиво огромный огромный куст вырастает его нельзя садить с чем-то рядом подскольку он занимает все 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 место если вам надо вот какой-то центр на клумбе да вот этот лучше не придумаешь вот этого центра я посадила горшки вот такие вот у меня было сколько там их где-то около пятидесяти череночков я покупала но часть я продала на рынке а часть у меня осталось не из-за того что я не хотела продать из-за того что никто не брал почему-то но новинка наверно вот и я их посадила вот в такие горшки сороковка и в теплицу занесла есть у меня еще на улице такие и они до сих пор зеленые стоят хоть и морозы были хоть и снег у нас они у меня стоят вот такие вот вот такие вот прям листики не замерзшие то есть я так полагаю что в северных районах он не вымерзнет а я его почему в горшки посадила и в теплицу занесла потому что вот смотрите сам лист у него цветоножка длинная сам по форме очень красивый прям нарядный я так подумала что если будет много листьев если значит будут хорошие кусты то я могу зимой срезать и продавать их как вот зелень для букетов но у меня вечно какие-то фантазии бывает сбываются бывают нет ну вот такая вот новиночка еще раз называется это акантус они бывают в дикой форме чисто зеленые да а вот это вариегатная форма теперь что я ну вот это вот вербейник монетчатый вы все знаете это не редкое растение растет он на улице и летом он желтого цвета красивая красивая листва как вот монетки вот они зимой сейчас у меня на грядке вся грядка зеленая зимует прекрасно и зеленый он так до весны стоит очень агрессивный потому что вот все свое пространство рядом вокруг все занимает поэтому но в горшках видите как он красиво смотрится ну для это для ландшафтного дизайна теперь значит вы спрашиваете у меня сегодня у меня забыла фамилию моя подписчица спросила сколько у меня растений в дихондре посажено вот эту дихондру я купила ну уже как маточный был у меня куст вот сколько я не знаю вот но я так думаю что наверно много здесь растений ну штук пять это точно посажено я пыталась его размножать то есть на продажу я его не буду выращивать почему я вот когда его принесла домой я вот так вот все пообрезала пообрезала и вот он такой вот коротенький был а вот эти вот длинные плети я их попыталась размножить на горшках в открытый грунт землей присыпала потому что там в каждой пазухе вот так вот идут листуете мелкие корешочки это надо вот каждую эту отдельно отрезать я смотрела у анны перматовой как она вот это размножает растет очень медленно да и вот это вот растение но но буду я этот горшок два года выращивать да принесу на рынок но это если я попрошу за него 250 рублей его никто не купит или 300 рублей да его нужно продать ну все хотят за сто вот сто рублей они вот это вот с удовольствием возьмут растишь ее его два года вот такой вот горшок да он занимает в теплице место теплицы зимой место очень дорогое поэтому вот на рынок если на массу он конечно не годится а так он красивый видите серебристого цвета если для коллекции он шикарный теперь значит вот это вот это я купила вот хедера джессика я купилась вот на мелкий листочек вообще хедера это такое часто встречающиеся растения в комнатном цветоводстве да но меня поразил вот этот мелкий мелкий листочек укореняется моментом все быстро без проблем на рынок вот вот лучше не придумаешь вот эти вот маленькие вот веточки и вперед они быстро укореняются быстро принимаются я вот купила осенью там у меня уже полно горшков таких то есть вот это я советую такое растение сейчас повешаю дальше вот хотел показать же исхинантус то я вот череночками когда с череночками посадила его в горшки да и вот он у нас сам самостоятельно дал мне боковые еще веточки то есть его наверно надо все-таки прищипывать я толком не знаю вот корневая система видите у него маленькая так что может быть и горшочки им большие не надо либо в один горшочек много 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 тыкать и вот он весь весь уже вот бутонах видите готовится к марту месяцу уже цветение причем бутоны ну прям гроздями вот эти красные вот они красные прям гроздями а потом начинает там вот из этих вот цветок вот этот падает когда да а из него выходят семена вот из этой прям шишка такая может быть и размножается семенами не знаю я не брала семена и не размножала потом где он у меня вот 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 хлорофитум вот посмотрите у меня хлорофитум кудрявый где-то у меня было название его честно говоря покупала с этикеткой куда-то делась то ли внуки затащили и вот посмотрите как он размножается много много пускает вот этих веток причем ветки видите какие вот такие извилистые непростые как у обычного хлорофитума просто огромная огромная вот эта палка и на конце одна штука торчит здесь вот много деток и все эти детки посмотрите они все с корнями эти корешочки то есть просто отрезаешь садишь отрезаешь садишь вот этого куста наверное вот больше сотни можно получить а вот с него я еще брала уже поздно осенью вот эти я посадила тоже тогда было поменьше веточек и вот они у меня сейчас растут быстро видите и вот в центре такая у лепесточка в центре белая полоса потом идет салатная полоса потом в конце темно-зеленая полоса и весь он такой вот закрученный 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 оригинально смотрится принимается легко размножается легко на рынок просто просто идеально сейчас я повешу и чтобы все посмотрели вот видите какой вот это вот все детки это все мне предстоит сегодня рассадить ну рассаживать там проблем нет и на конечно рыхлую почву надо и быстро и к весне у меня уже будут вот вот такие же как я показала детки так что стоит выращивать стоит покупать цена у него была не маленькая сейчас вот если я вспомню маленькую я детку покупала 300 с чем-то рублей около 400 вот видите какой лист вот полость полосатенький белая потом салатная потом темно-зеленая я так думаю летом будет еще ярче лист красивый вот теперь теперь вот это я приобрела новинки вот не знаю это вот это я брала без названия но люблю я пестролистное растение взяла без названия и был прям буквально вот один центральный стебель был и вот пока стоял я даже не успела его размножить на кухне у меня на столе вы наверное видели я показывала свои черенки и прочее это он у меня стоял сначала один потом смотрю пустил уже много и места-то ему мало в этом горшочки а он все смотрю все шире шире становится то есть высоту он не растет а он растет вот в ширину то есть низкорослый но куст по всей вероятности будет огромный купила я его из-за того что думала что листья все-таки будут черешки длинные и я смогу опять же на рынок продавать букеты добавление зелень но видно не получится видно буду продавать горшками ну то есть вот так вот размножать корнем делить и продавать я так думаю что он должен пойти на рынке теперь вот это это тоже варе ягатная традисканция такая я тоже не знаю как это называется конечно можно было в интернете посмотреть вот здесь было сейчас скажу вот 1 2 3 4 5 5 было череночков по одному листику когда я покупала покупала это я позднее осенью наверно в ноябре и вот сейчас вот он вот такой растет быстро причем обратите внимание в каждой пазухе листьев сразу идет корень воздушный корень то есть если бы я его так обрезала и сразу укоренила он бы буквально сразу пошел бы в рост вот видно да каждый вот так вот череночек с одним листочком вот они укореняют укореняется очень быстро вот еще раз посмотрите вот он пошел листик и сразу корешочек то есть вот обрезал с двух сторон и посадил опять же вот вот пошел листик видно да вот вот пошел листик и сразу же корешочек то есть размножать никаких проблем быстро много то есть на рынок на рынок конечно расцветка витит пестренькая красивая теперь купила вот такое опять же хотела чтобы выращивать это вечно зеленая говорят но по крайней мере у нас в краснодарском крае растет кустами на улице но опять же думала ну вот буду срезать ну растет он ну покупала я маленькая вот на вот это название когда набрала в интернете вот это название оказалось что это обычный бересклет вот просто варигатная форма вот что мне сейчас вот эта сторона к солнцу на окне стояла к солнцу было повернута эта сторона нет вот смотрите я могу сразу взять несколько черенков вот так вот да вот он размножается черенками сразу с одного нарезать черенки уже посадить весной то есть я оправдаю конечно эту сумму которую я потратила да но не дорого то ли то ли 180 рублей стоил точно не помню ну вот тоже опять видите пять веток они по пять веток это голландские сорта и цветочные магазины заказывают голландии ну и нам можно вот так на рынок тогда чего черенковать по пять веточек и продавать теперь вот такая вот традисканция название не знаю вот смотрите на кончиков каждой каждой веточки вот такие вот бутоны когда я увидела это в магазине в цветочном вот который из голландии получают да он вот так вот свисал и весь 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 был усыпан этими цветами цветочки сиреневые и вот и вот сами листики опушенные у них такой вот они мягенькие пушистенькие не видите такой налет у них пушистый значит купила я его не я мы вдвоем стоил он 1400 рублей этот горшочек соседка моя по рабочему месту в краснодаре мы с ней поговорили и решили что мы купим напополам взяли этот горшок напополам получилось по 700 рублей тут же разделили с ней ну и у меня получилось уже вот я рассадила да ну вот корешочки были ну вот совсем никакие даже вот он без корня положил его он лежит лежит без корня да а потом смотрю пошел пошел в рост вот и вот так вот веточки я уже буду у меня наверное может 10 может 12 вот такие горшочков которые уже надо рассаживать вот это в комнате у меня стоял а этот в теплице все таки ему нужно такой вот влажный климат теплый влажный и тут он у меня сразу бутоны набрал а то что в комнате он у меня ничего не набирает ну такой вот чахленький потом встретила я эту даму с кем мы напополам купили это я спрашиваю ну как ваша традисканция ой да ну ее я ее выкинула она так плохо растет она так плохо принимается я ее выкинула ну не знаю у меня ни одна веточка не пропала хотя я особо то и не следила за ней вот еще смотрите видите буквально все 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 в цвету и это вот будет наверное на март на апрель она у меня вся будет цвести ну вот по моему все новиночки я показала ну вот эти традисканцы это не новинка это у всех наверное есть ну года два назад это был бренд в краснодаре на рынке на оптовом но сейчас его их много и не знаю дай бог хотя бы продать то что у меня есть до свидания друзья до следующего видео до встречи до встречи